Примерно в 14.30 по московскому времени пользователи со всего мира начали жаловаться на неработоспособность многих сервисов Google YouTube, поисковую систему, почта, Google Drive Спустя некоторое время российский представитель Google в своем твиттере сообщил о том, что им известна эта проблема И в компании уже принимаются за все возможные варианты для ее решения Некоторые пользователи тоже прокомментировали этот инцидент, однако в шуточной форме Когда что-то падает, это означает, что сервер определенного приложения или группа приложений не отвечает на запросы Как раз-таки сообщения об ошибке, они показывают обычно код ошибок Если посмотреть в разное время скриншот, там сначала было 500 ошибок, и 500 ошибок, когда сервера нет, то есть его просто физически нет А потом была 503, это означает, что сервер есть, но он неправильно обрабатывает запрос, то есть внутренние какие-то программы не работают То есть видно было, что проблема решалась Проблема была решена в течение нескольких часов Уже в 8 вечера тот же аккаунт в Твиттере сообщил о работоспособности системы Однако каких-либо подробностей пользователи не выяснили Для того, чтобы выяснить, в чем уже была проблема, редакция Универ Ньюз обратилась с официальным обращением в компанию и получила официальный ответ Лев, добрый день Вчера из-за проблем с квотой внутреннего хранилища произошел сбой системы аутентификации Сервисы, которые требуют от пользователя входа в систему, выдавали большой коэффициент ошибок Мы приносим извинения всем, кого задел сбой, и работаем над тем, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем Система аутентификации, это как раз-таки есть система, которая проверяет, что тот логин и пароль, который мы вводим, соответствуют, что пользователь существует и так далее Я предполагаю, что это был какой-то очень-очень второстепенный, рутинный функционал, про который можно было даже забыть И внутреннее хранилище или квота, это прямо звучит как будто, я не знаю, например У нас был маленький ящик, куда мы потихонечку откладывали мало-мало вещичек, но через какое-то время он все равно заполнится Получается, надо его как-то вытряхивать, потратить на это время Полуторачасовое падение серверов не сильно, но все же сказалось на тех пользователях, чья работа тесно связана с сервисами Google Некоторые жаловались на то, что Google таблицы, к примеру, не сохранялись, или же важные документы не отправлялись по почте, ну или же просто терялись Наша редакция тоже в какой-то степени ощутила на себе последствия падения Google Не загрузить, не выгрузить видео, ничего нельзя было, в принципе, я так понимаю, что за 20-й год YouTube, точнее видеохостинги Google, другие сервисы Google, они очень часто баговали Это был один из тех случаев, так что, ну ничего удивительного не было Те полтора часа то, что отсутствовала функциональность, да, были небольшие проблемы, работа немного встала, но мы, в принципе, справились, ничего серьезного такого не было К слову, простые пользователи даже не заметили падения Google в это время Нет того, что работа была не до этого была Нет, вообще никак То есть не обратили даже внимания и вообще это никак не отразилось? Нет Вроде нет Не, ну, по-любому я был не дома, не знаю, никак не обратили внимания Напомним, что последний раз сервисы Google сталкивались с таким сбоем в октябре 2019 года Тогда перестал работать сервис YouTube Пользователи жаловались на невозможность зайти на сайт или же загрузить ролик для платформы Неполадки были ярко заобменны как россиянам, так и жителям США, Канады, Бразилии и Японии Лев Диденко, Велета Басова, Универ Ньюс